Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десять лет назад компания друзей отправилась в путешествия. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру. И даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу «Орел и Решка». Му-у-у! 530 выпусков, десятки звездных ведущих, 60 миллионов телезрителей во всем мире, миллиард просмотров на Ютубе, о нас говорила даже Мадонна… Я впервые что-то выиграл! В честь десятилетия мы дарим нашим зрителям 10 выпусков, которые проведут суперзвезды. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, Решка! С десятилетием больше путешествуйте! Открытых границ и отрицательных тестов на коронавирус. С десятилетиями. Люблю до чертиков. Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с Орел и Решка – это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все вместе с премиальной картой Мастеркард. Вот это уровень. Вот это я люблю. Важно узнать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Орел и Решка в Панаме. Встречайте наших новых звездных ведущих. Всем привет! Это праздничный выпуск «Орла и Решки» и я ее новая нарядная ведущая – Надя Сысоева. Наденька Сысоева – самая светлая голова популярнейшего шоу-камеди-вумен. Я их сама так покрасила. Это стиль. Это андеграунд. Телеведущая и даже певица. Сама Надя не справится, поэтому здесь есть я – Ян Топлес или, как меня называют местные, Ян Гринго. Ян Лопатков или в переводе на язык ютуба – топовый блогер Ян Топлес, чьи видео собирают миллионы просмотров. Армия поклонников Яна буквально забомбила нас комментариями, когда узнала, что он станет новым ведущим «Орла и Решки». Ребятки, ждали? Получайте! А на 10 лет мы хотим пожелать «Орлу и Решке» открытых границ и отрицательных тестов на коронавирус. Давай решать, кто из нас сегодня будет бедный, а кто богатый. Давай, поехали. Орел, Решка. Что там? Что там? Как ты думаешь? Что там? Ну покажи, я плохо вижу, я не поняла. Покажи, он сейчас обманет, он обманет. Что, кто я? Ну рассказывай, кто? Ты лошара. В смысле, я богатая? Лошара. Давай, раскрывай. О, смотри, алел. Мой. Да я и рада, между прочим. Давай, лети на свои самолета. Два злодейка, а? Рыба тебе в помощь сырая. Пока. Хорошего приключения. Осторожней там. В общем, опасностей много. Да знаю я. Ну что, Панама. Встречай. Куда идти-то, господя. Панама – узкая полоска земли, зажатая между двух Америк. Ее едва можно рассмотреть на глобусе. Но нет ни одного человека, который бы о ней не слышал. Еще бы! Панаме удалось разъединить два континента. Соединить два океана. И вырастить лес из небоскребов прямо посреди тропических джунглей. Кажется, нас ждут потрясающие два дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Единственное бабло. Чуть не потеряла у меня всего 100 баксов на два дня. Мне нужно сейчас найти, где их поменять. Добрая женщина в аэропорту подарила мне пакет с путеводителем и объяснила, что в Панаме ходят две валюты. Бумажные американские доллары и местные монетки Бальбоа. Курс один к одному. Мега удобно! Хорошая новость! Все самые красивые места разбросаны по всей Панаме. Поэтому я хочу попробовать снять машину. Вдруг мне хватит на нее денег. Здравствуйте! 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 И это Ян! Привет, алё, слышишь меня? Да. Слышу! Слушай, мне нужно оставить залог за машину. Можешь продиктовать мне номер карты? Да я не потрачу их, через два дня вернуться на карту. Да, я слышу, слышу. Но ладно, сегодня добрый. Записывай. У меня получилось. Спасибо, Ян, спасибо тебе. Я никогда этого не забуду. Серьезно? Это он? Да, я готов. Короче, вы многое видели в «Решке» и кто там на чем добирается, на каких-то лимузинах и так далее, но на самолете – это беспрецедентный случай. И он попался мне. И я его вижу с виду. Просто зашибись вообще. Вы только представьте уровень роскоши. Обычные отели присылают за туристами микроавтобусы. Ну, на худой конец, окей, лимузины. А отель «Исла Секас» присылает за своими постояльцами вот такого зеленого летающего осьминога. Бедного красит скромность, богатого – самолет. За четыре тысячи триста долларов он доставит в отель одного меня, а завтра вернет обратно. У тебя отличный самолет. Я войду в него? Да, я. Отлично выглядишь, самолет. Просто секас. И вот говорят, «Орел и Решка» – работа мечты? Да. Чего я раньше не пришел на кастинг? Отвечаю. Гораздо лучше, чем постоянно снимать дома свои бложики. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Самой дешевой машиной в прокате оказался серый Hyundai Accent. Так, ну пикалки у меня нет. Как я пойму-то, где моя машина? Они хоть леворукие? Давай это попробуем. Может та? Надеюсь меня не посадят. Да, привет, прохлада. Всего за 29 баксов в сутки почти новенький Hyundai. С электрическими стеклоподъемниками, магнитолой, кондиционером. И главное, внимание, с коробкой автомат. Жалко, что не розовый. Саш, ну что, страшно тебе? С блондинкой за рулем. Я на опте, не волнуйся. Подскажешь, какая там педалька газ? По-моему это. Значит, вот она нашла. Этот ручник, подскажи, он поднят или надо опустить его? Хочется, я не пойму. Пускай. О, понятненько. Ну что, готов? Налево? Налево едем. Панама Панама Страна маленькая. Примерно как Литва. Тут нет залежей нефти, нет золота. Так что у нее, казалось бы, и шансов тоже нет стать процветающим государством. Но... Панама смогла. Мы пролетаем над Панамой. Это не только страна, но и город Панама. И местные, чтобы не путаться, назвали город Панама-сити. Ну так, по-другому как-то. Глядя сверху на Панама-сити, все понятно без слов. Это латиноамериканский Дубай. И первый вопрос. Откуда деньги-то, Панама? А их ей приносит модное слово офшор. Это финансовая система, когда бизнесмены, чтобы не платить высокие налоги в своей стране, регистрируют компанию в Панаме и платят только символические 300 долларов в год. Таких компаний сотни тысяч. С миру по 300 долларов. И Панаме набегают миллиарды. Сами посмотрите. Вот такой Панама была до введения офшора. А такой после. А вот еще один кормилец Панамы. Место, над которым мы пронятаем – Панамский канал. Раньше это было два материка, связанных между собой. Но американцы пришли и взорвали динамитом эту связь. Получилось супер. Теперь там есть дырка. Но зачем это сделали? Чтобы можно было попасть, скажем, из Майами в Лос-Анджелес, не оплывая Южную Америку. При этом сократить дорогу на 20 тысяч километров. Правильно. Ведь зачем делать крюк, когда можно просочиться через щель между континентами? Географическое положение Панамы оказалось прибыльнее, чем любые месторождения нефти и золота. Теперь, чтобы провести через шлюзы Панамского канала, скажем, большой танкер, нужно заплатить в среднем 200 тысяч долларов. И желающих хоть отбавляй. С каждого по 200 тысяч и опять Панаме набегают миллиарды. Я вижу, как корабли протискиваются через канальчик. Как нидочка входит в игольное ушко. С высоты птичьего полета выглядит потрясающе. Панама-Сити интересно только банкирам и финансистам. Поэтому я туда не поеду. За несколько десятков километров от Панамы находится настоящее племя индейцев. А это же такое приключение. Племя панамских аборигенов называется Эмбера Кэра. В турагентствах Панама-Сити можно купить дневной тур к индейцам за 100 долларов и выше. Но местные говорят, что из-за пандемии туристов у индейцев мало. И они рады гостям с любыми деньгами. Если честно, я очень боюсь. Я боюсь, что тебя повяжут, а меня отдадут вождю. Надеюсь, у него много жен, и я ему не нужна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя час полета появился остров, на котором находится мой роскошный отель. Так, а стоп, куда мы будем садиться? Посадочная полоса экстремально короткая. Чуть задеваешься, и вылетишь с обрыва в море. А-а-а! Ой-ой-ой-ой-ой! Приземляемся! Чик! Чик! Ай! Ох ты! Ёша! Вот это круто! Встречает меня сразу с традиционным напитком. Мучо грасиас! И дальше я иду в машину. Поехали! Поехали! Пока мое богатое тело везут в отель, давайте я расскажу, в какое необычайное место мы прилетели. Такие отели, как Ислас Секас, можно пересчитать по пальцам. Это не просто типовая курортная гостиница. Отелю принадлежат не один, не два, а целых 14 островов. Отель берет своей экологичностью. На островах работают солнечные батареи. Установлена система очистки и опреснения воды. Запрещена пластиковая тара и каждый день 75 человек персонала чистят песок на пляже до состояния бархата. В зелень островов прячутся 9 вилл коситес, на которых одновременно может находиться только 24 сказочно богатых гостя. На стройке приватности превыше всего. Если захотите пожить так же, придется отлистать 6600 долларов в сутки. Ну что, Решка заселяет меня в богатые апартаменты. Орлы летают, господи боже мой. Это как будто бы дроны, это не настоящие орлы. Они как будто бы сделаны специально для меня, понимаете? Ну где вы еще увидите 5 орлов одновременно? Дальше что у нас есть? Кинг сайз, диван, буфет, то есть буфет. Короче, мягко, как я и хотел. И личный бассейн, куда так и хочется быстренько окунуться. Я это сделаю чуть позже. У меня есть апартаменты, они находятся слева. Смотрим. Чего? Вот это да! Это просто офигеть с таким видом здесь сидеть. Ну что я могу сказать? эталонный райский отель для богатенького Робинзона Круза. Это ванна. И еще комнатка, где я смогу ходить исправлять свою нужду. Сеточка прозрачная, я ее не замечаю, а, о, я вижу, Дима, я вижу океан из туалета, да. Окна какие-то странные, и с этими окнами нужно разбираться, я так понимаю, они должны как-то интересно закрываться. Опа, но придется все вручную делать, да, ты такой весь богатый, такой типа блин, свет, не хочу свет. И вот ты ходишь, раз, два, вот, щас, щас. И такой ты с утра встал, ну давай. Вот такое вот богатое удовольствие, понимаете, когда у вас много денег, у вас, наверное, и времени тоже много. Позади 50 километров дороги. Скоро уже будет место, где можно встретить индейцев. Да, все. Дальше дороги нет. Будем искать, как добираться туда пешком, ну или вплавь. Жди, малышка. Опа, вот это да. Похоже, это то, что нам нужно. На речке Гатун пришвартованы пара лодок. Рядом с ними скучают индейцы в надежде, что приедет хоть какой-то турист. Ребята, ваша надежда пришла. Да? 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 Сколько? Сколько? Только там? Только там мы узнаем, сколько это будет стоить, но рискну. Отдам все, что у меня есть. Давай. Тут и блондинке понятно, что у индейцев механизм отлажен. Приезжего сразу берут под белые рученьки, упаковывают спасательный жилет и усаживают на длиннющую лодку, рассчитанную на группу туристов. Веранья, бай! Ааа, ты с нами. Ааа, окей. Просто природа. И никого вокруг. Вообще. Так что, если что, меня даже будет некому спасти. К индейцам так просто не доберешься. Строительство Панамского канала и пришедшая цивилизация выдавили их далеко в тропические леса. Поэтому к ним нужно полчаса плыть на лодке по рекам и болотам. Но зато путь к ним невероятно красивый. Титаник, знаешь? Титаник. Не знает, не смотрел. В моем отеле действует система all-inclusive. Но это не тот all-inclusive, что в Турции или в Египте, где все нагребают еду на шведском столе, толкаясь локтями. Тут накрывают стол на пляже и, как в лучших ресторанах, подают комплексный обед из деликатесов. Да тут блюд долларов на 500. Я готов попробовать то, что я, наверное, не попробую никогда. Севиче из Сибиса. Это белая рыба, маринованная в соке лайма. Вкус. Вообще. Вкусное, кислое блюдо. Говядина в соусе из местного цветка. Сарила. Брокколи. Вкуснее говядина. Кукурузный оладушек с креветками. Ай, ух. Ай, ух. Просто чунга-чанга какая-то. А теперь главное блюдо. Его ВИП-гостям презентует сам шеф-повар ресторана. Чуваки, первый раз в жизни я буду есть лобстеров. Желаю вам того же. Холоднее. Наверное, так и должно быть. Просто перфектон нафиг. Орел рыжка. Да охренеть. Просто я похлопаю. Обалденно. Субтитры делал DimaTorzok. Красиво. Субтитры делал DimaTorzok. Судя по реакции индейцев Эмбера, я у них миллионный турист. Когда в деревню привозят толпу туристов, все племя выбегает, начинает петь, танцевать и всячески их кружить. Но видно, ради одной блондинки с рюкзаком здесь никто напрягаться не станет. Ну и ладно, сама узнаю, как у них тут все устроено. Честно говоря, немного не так себе я представляла коренных индейцев. Мужчины аккуратно выбритые, плохо не пахнут. На них бусы и юбки, расшитые бисером, которые называют Шакира. Только посмотри на их наряды, какие юбочки. Они как будто все по кахонкосу. Женщины здесь не ходят с голой грудью. Они замотаны в цветастые ткани к ваюку. И вообще видно, что у индейцев все хорошо. Современная посуда, водопровод. Их деревня больше похожа на территорию какого-то дорогого тропического отеля со стриженными газонами и ухоженными бунгало. Смотри, это школа. Да, точно. Здесь они изучают испанский и математику. Я бы была двоечницей в этой школе, очевидно. Здесь есть даже турники, то есть они тут занимаются спортом. И целое футбольное поле. Пойдем к ним в дом, посмотрим, как они живут. И самое главное – познакомимся с вождем. А чем занимаются здесь женщины, а чем мужчины? Женщины занимаются домом. Готовят, шьют одежду. Вот такую, примерь. Ребята, ну давайте попробуем, да? Говорит, Титьке поправь. Нет, настолько, конечно, не на грибу тут. А мужчины? Чем занимаются мужчины? Обычно они развлекают туристов. Но сейчас коронавирус, туристов нет. Когда нет коронавируса, сколько приезжает туристов в гости? В день человек двести. А, ну вот у меня все и сложилось. Конечно, если каждый день в племя приезжает по двести человек и у каждого тур за сто баксов, на выходе индейцам капают сотни или даже тысяч долларов в день. Вы только гляньте, у вождя десятый яблокофон. Мой, мой портанте, Ла коммуникацион, Ки яман, Ди фэрэнте пайсы, Паль турим. Есть инстаграм? Инстаграм. Инстаграм, си. Инстаграм. Инстаграм? Ага. У него есть инстаграм? It's me. Yes! Он подписался на меня. Окей. Когда богатый турист заселяется в супер дорогой отель, ему не нужно думать, как себя развлечь. Тут обо всем позаботятся специально обученные люди. Кто-то из вас мог подумать, что Панама в честь шляпы названа, ну Панама, знаете, но вряд ли кто здравом уме будет страну в честь шляпы называть. Панама действительно была придумана здесь эквадорцами для строителей Панамского канала, чтобы те прикрывались от солнца. Но само место индейцы называют Панама, что означает изобилие рыбы. Так давайте узнаем, правда ли это? За 1200 долларов я арендовал себе быстроходный катер с профессиональным рыбаком-инструктором. Мой капитан сказал, что рядом с островами Исла-Секас находится самое рыбное место в Панаме. Тут нет сильного течения, поэтому рыба не разбегается, а живет как в аквариуме. Обещал, что за 10 минут надергаем полный трюм рыбы. Вы только гляньте! Вот это крючелла! Вот это приманка! Эта приманка в форме кальмара. В ней есть крючок, который может удержать тунца или марлина весом больше 50 килограммов. Сейчас мы будем заниматься троллингом. Да, по иронии судьбы, так названа рыбалка. Троллинг! Троллинг изначально это не провокация в интернете, а когда приманку тянут на большой скорости за катером. Большая рыба думает, что это плывущая добыча и жадно хватает ее. Сейчас он будет бросать леску, мне он этого не доверяет. И я должен сделать вот так. Поп! Вот и я и рыбак. А как я узнаю, что клюет? А, наверное, эта штука будет загибаться, да? Ага. Я мастер по рыбалке. Рыба, рыба, что это такое? Пояс верности? Пояс верности! Смотри! Вот мужики, завидуйте! Вот как надо ловить рыбку. Большую и маленькую. Так. Ой, ой, поймал! Ой, какая хищная! Нифига себе! Это щука, что ли? Какая красивая! Это марлин? Нет, не марлин. Это барракуда. 15 минут, и мы уже поймали барракуду большую. Так что страна точно не в честь шляпы названа. Барракуда, она вроде морской щуки. Своими огромными зубищами хватает мелкую рыбешку и кальмаров. Пальцами рыбака, знаете, тоже не побрезгует. — bien! — — Отпускаем, отпускаем, отпускаем. Нет, нет, я не буду, я не буду её брать. Я не буду, я не буду её брать. Смотрите, она ненавидит меня. Я её поймал! Тихо, 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 Тихо! Сейчас всё будет нормально. Я тебя смажу. Я не буду брать её в руки, я не буду брать её в руки. Нет, пацаны, всё, хватит. Дима, я не буду брать её в руки. Amigos, go! Я так вспотел. Моя первая большая рыба. Если честно, рыбу было жалко. Давайте поймаем какую-нибудь мертвую рыбу и ее возьмем с собой. Если все будут живые, будем отпускать. А вот интересно, дырки на губе у рыб, они зарастают или как? В племени Эмбера я обнаружила для себя неожиданный плюс. Когда индейцы не пляшут вокруг туристов, они занимаются своими делами. И это очень интересно. Можно пообщаться с местными. О, индюк настоящий! Давай узнать, как индейские женщины собирают бананы. Ого! Вот так? Угу. Окей. Вот у нее накачаны руки. Ага. Идем. Подружка. Связка бананов весит килограммов сто. Ну ладно, десять. Но в племени никто не смотрит, что ты женщина. Взвали и неси. Но самое интересное – можно напроситься к мужчинам на рыбалку. Рыбу в племени ловят не на удочку, а с помощью странного гарпуна-самострела. Ааа. Натягиваешь и выстреливаешь. Да? Да. Давай, удачи. Удачи. И пропал. Я вижу, как он плывет очень глубоко туда под эту всю траву. Там, видимо, много рыбы обитает. Скорее всего. Наша первая рыбеха. Не успела опомниться, а он уже поймал вторую рыбу. Молодец. Ой, ой, ой. Это у меня не укусит? Да я уже привлочилась. Смотри, какой улов. Она не выпрыгнет? Ооо, какой огромный. Ой, а как брать? Самая большая. Красивая. Целых пять жирненьких панамских окуней и всего за полчаса как в супермаркет сходили. Ну что, амиго, какой улов? Рыба нету, да? Нету, да? Походу, рыба-то тоже в масках. Соблюдает дистанцию. Прошло уже два часа и мы никак не можем поймать еще. Но, похоже, изобилие рыбное, оно как бы не всегда, особенно в период карантина. Ну или панама все-таки из-за шляпы. А вы говорили блондинка. Ха! Пойдем ужинать. На ужин у индейцев жареный окунь. И традиционные лепешки патаконес. Их делают из местного зеленого банана – платана. Он очень крахмалистый, поэтому его жарят в масле, как картошку фри. Индейский ужин готов! Это же та самая рыба, которую я поймала. А это бананы, которые я рубила. Очень круто. Да, пожалуй, это самый необычный ужин в моей жизни. В такой компании. Так, я хочу спать и поехать домой поплыть. А домой? Понятное дело, что индейцы не захотели везти меня обратно по темноте. Выгонять тоже не стали. Разрешили переночевать в гостевом домике. Это, это оно? Просто без стен? Опа. Ну перина мягкая. Ну не знаю, я первый раз буду ночевать в таком. Это значит сетка от москита. Значит, что здесь много комаров. Вообще комфортно. Ну как же это будет интересно с утра. И всю ночь вот эти вот звуки. В этот уикенд со мной моя премиальная карта Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Доброе утро. Три часа ночи. Никто не спит. Решка не спит. Хотелось бы, конечно, проснуться в своем отеле. Но мы едем встречать рассвет в очень красивое место. Красота требует жертв. Поездка не из дешевых. 360 баксов. Согласитесь, чтобы встать в три часа ночи, прям подорваться, можно так сказать, нужно иметь особый повод, и он у меня есть. Мы приехали встречать рассвет на вулкан Бару. Вот для чего мы здесь. Я стою выше уровня облаков. Рассвет. Проснуться ради такого? Вообще-то стоило. Небо горит золотым огнем. Да кто там говорил, что у Панамы нет золота? Вот же оно. Сейчас я буду плакать. Серьезно. То не от ветра, то не от счастья. Обалдеть, пацаны. Ой, то есть, всем отряд, простите. Обалдеть. Ой, спала, конечно, очень чутко. Все чувствовала. Там у нас прям под потолком гнездо летучих мышей. И вот они всю ночь там куролесили. Вечеринка какая-то у нее была. Шарились тут какие-то собаки все время, лягушку я видела ночью. Вот такую. Красивейший восход это только первое чудо вулкана Бару. За вторым нужно подняться на самый высокий пик вулкана. Он же самая высокая точка Панамы. Это уникальное место вершина вулкана Бару. 3470 с небольшим метров над уровнем моря. И отсюда видно сразу Атлантический океан. И тихий одновременно в этом уникальности. Это единственное место в мире, где можно увидеть, как солнце встает над Атлантическим океаном, а садится в тихий. Правда, Атлантику чуть затянуло облаками, но я думаю, это не помешает нам насладиться красотой. Чуть-чуть кальянное настроение. И все-таки это место пробирает до мурашек. Трудно представить, как тут бушевала когда-то природа, когда Бару извергался. Какая сила должна быть, чтобы снести верхушку горы и образовать там гигантский кратер? Какой мощи должно быть извержение, чтобы поднять все эти миллионы тонн горячего камня из недор земли на высоту 3000 метров? Хотите – верьте, хотите – нет, но есть в этом месте что-то из другого мира. Прямо в облако лечу! Конечно, стыдно уехать из племени и ничего не заплатить. Поэтому я оставила индейцам 20 долларов за лодку и ночлег. Больше не могу, вы уж простите. Панама уникальная страна. Здесь за один уикенд можно побывать сразу на двух побережьях. Вчера я любовалась тихим океаном, а сегодня увижу атлантический. Немного дроздова у меня населилось. На вершине вулкана Бару можно встретить вот таких необычных жителей. Носуха! Носуха! Это Носуха. Местное животное. Оно хочет кушать. Сейчас. Да, да. Вери, вери. О, двумя лапками, двумя лапками. Ай, давай, давай. Смотри, у меня есть колбаска. Я приготовил тебя. Снизу. Ой, как хорошо и как вкусно. Носуха – звери дикие, но очень общительные. Привыкли к людям и клянчат у туристов еду. Иди сюда, маленькая, иди сюда. Идем, я тебя еще отдам. Да? А погладить тебе дашь? Наверное, они не чувствуют удовольствия, когда их гладят. Поэтому не будем рисковать. Еще. Вот так. Какой у тебя нос странный. Нос у них длинный и любопытный. Он нужен им для того, чтобы совать его в норы и вынюхивать разных жуков и червяков. Смесь ежа, енота, собаки. Очень странный тип. Так, я сейчас все сделаю селфи. Наконец-то сфоткаюсь с настоящей носухой. Блин, это кайф, это кайф. Красиво. Ой, да что, блин, шикарно. На Атлантическом побережье обязательно нужно заехать в маленький городок Портабелло. Тут можно увидеть совсем другую, темнокожую Панаму. Это край потомков африканских рабов. Они поклоняются черному Иисусу и танцуют страшноватый языческий танец Конго. Но бюджетным туристам в Портабелло интересно другое. Рядом с городом есть место с волшебной природой и странным названием – Голубые Вены. Наконец-то мы приближаемся к океану. А вот и лодочка. В обычное время тут берут в лодку пятерых туристов по 10 долларов с каждого. А где все? Но во время карантина никого нет. И если прийти в купальники и поулыбаться – можно сторговаться за 15 долларов. Ола. Я впервые в своей жизни вижу мангровые деревья. У них корни плавают над водой. И здесь их огромное количество на каждом острове. Красота. Мангровые деревья умеют фильтровать морскую воду. Поэтому она здесь вот такого лазурного цвета. За цвет и за форму этих протоков их и назвали голубыми венами. Вы удивитесь, но несмотря на то, что в Панаме есть два океана, здесь на пальцах можно пересчитать места с такой красивой водой. И я очень рада, что хоть и на последние деньги, но мне удалось найти идеальный панамский пляж. Итак, счастливчики, у меня есть для вас одно очень важное дело. По традиции мы оставляем для вас 100 долларов. Бутылка в Панаме ждет вас под мостом Панамонте. Под вот этим вот камнем. Панама – страна, которая очень больно бьет по карману. Единственное бабло. Чуть не потеряла. Чтобы увидеть хоть пару интересностей, кроме столицы и Панамского канала, надо потратить два дня и все деньги до последнего бальбоа. Ну, рискну, отдам все, что у меня есть. Так что, если бы не карантинные скидки от индейцев, не было бы и половины моих приключений. Про богатый отдых и говорить нечего. Вы сами все видели. Это просто офигеть с таким видом здесь сидеть. Моя безлимитная карта за два дня похудела больше, чем на 10 тысяч долларов. Первый раз в жизни я буду есть лобстеров. Но эти незабываемые два дня в Панаме того стоили. Просто зашибись вообще. Подскажешь, какая там педалька газ? Тихо-тихо, сейчас все будет нормально. This is Titanic, you know? Титаник. Сейчас я буду плакать. Ого, вот так? Орел Решка, да охренеть, я просто похлопаю. Обалденно. Ян, привет! Рада видеть, Панама – это пушка. На меня подписался настоящий бождь индейского племени. А еще я прям вот так вот близко видела черного Иисуса. Я с уверенностью могу сказать, что это лучшее приключение в моей жизни. У меня было так. Я менял одно красивое место на еще более красивое место. И я с уверенностью заявляю, что Орел и Решка – работа мечты. Расскажите, а там прям настоящий свой самолет был? Свой собственный. Для тебя там тоже было место. Но в следующий раз. С шампузиком? Нет, шампузика не было. Друзья, по традиции… У нас нет таких традиций. Обязательно. Надеваю маску. Ой! Что же я все теряю? Вы думаете, да, Панама? Это, наверное, из-за того, что шляп… Это мой отель Ислан Секас. На сто процентов отвечает своему названию. Ой! Все, я остаюсь здесь. И вообще Портабелло является самым африканским… И вообще Портабелло является сам… Да блин. И вообще Портабелло считается самым африканским местом в Панаме. Умничка. Рыба от этого в бешенстве, как, впрочем, и все мы.